Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдурашид Садулаев встретился с дагестанской диаспорой в Турции. В составе делегации политических и религиозных деятелей спортсмен объездил разные города и села, где ознакомился с жизнью своих земляков, предки которых эмигрировали во второй половине XIX века. С подробностями встречи Курбан Рагимов. Крепкие объятия и теплые слова приветствия для жителей самого крупного дагестанского селения в Турции Гюнэй Кой встреча с Абдурашидом Садулаевым была долгожданной. Пожать руку прославленному земляку вышли около сотни людей. Сопровождали олимпийского чемпиона полпредмуфтия Дагестана в арабских странах Шихабудин Гусейнов и советник председателя парламента республики Израил Кебедов. В данное время вы все знаете, что очень хорошие отношения сложились между лидерами двух стран, между Владимиром Путиным и Раджабом Таибом Эрдуганом. Я говорю, мы как мусульмане, как дагестанцы, мы должны друг друга навещать. Мы должны построить мост между нами. Мы должны сегодня, как мы к вам приехали, вы тоже приезжайте к нам. Братство нам очень нужно, очень важно. Тем более у нас корни одни. Вы выход из Дагестана, вы сохранили свой язык, вы сохранили свои обычаи, свои традиции. Мы этим очень гордимся. Село Гюнайкой основано дагестанцами, которые эмигрировали на османские земли. Потомки переселенцев проживают здесь в пятом поколении. Неофициально эту местность даже называют «малым Дагестаном». Несмотря на почти полуторавековое отчуждение от исторической родины, большинство жителей владеют родными языками. В беседе земляки рассказали, что смотрят, болеют и гордятся выступлениями титулованного спортсмена. Я очень рад нашей встрече. О турецких дагестанцах я был наслышан от своих старших родственников. И вот теперь мы познакомились поближе. Приятно удивлен, что вы смогли на таком высоком уровне сохранить свои языки. Расул Гамзатов говорил, если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Гюнайкой входит в провинцию Ялова. 80% жителей этого живописного курорта выходцы из республик Северного Кавказа. В городе есть парк Махачкала, где установлены бюсты великих сынов Дагестана, имама Шамиля и Расула Гамзатова. Делегацию встретил лидер местного отделения АКПартии Муглим Багатар и руководитель дагестанской диаспоры Шигабудин Азден. Встреча проходила в кафе с символичным названием «Авары». Мы все следим за карьерой Садулаева. Я даже смотрю записи его схваток. Приезд олимпийского чемпиона имеет большое значение не только для нас, но и для всей страны. Это первая наша встреча, я уверен, не последняя. Кульминация визита Садулаева в Турцию стала встреча с живой легендой мировой борьбы двукратным олимпийским чемпионом Мустафой Дагестанлы. Звезды сошлись в Стамбуле в одной из кофейн города. Предки Дагестанлы – выходцы из Гунибского района. Ему под 90 лет, но он все еще интересуется борьбой. На днях Мустафа должен был лечь в больницу, однако ради этой встречи отложил госпитализацию. Твои соперники так и ждут, пока ты совершишь ошибку. Никогда не расслабляйся, не останавливайся на достигнутом. У тебя есть все, чтобы достичь еще больших успехов. В завершении встречи Садулаев подарил именитому земляку книги Муфтия Дагестана, переведенные на аварский язык.